Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос, и у нас сегодня для вас новая игра. Что нам для этой игры понадобится, я вам сейчас расскажу. А понадобится нам всего ничего. Такой вот листочек белый, можно поплотнее. Вот такой черный маркер и цветные карандаши. А еще кубики лего. Ну, не обязательно лего, но кубики разных цветов. Какие цвета будут кубиков, такие нужны будут и карандаши, чтобы они дублировали друг друга. А что мы будем делать с листом бумаги? Мы с вами расчертим вот такую вот табличку, чтобы ребенок по ней выполнял задание. На табличке нам нужно будет изобразить кубики, опять же, тех цветов, которые вы выбрали. Те же цвета должны быть и в табличке. И, собственно, черным маркером мы с вами сейчас ее будем заполнять. Напротив каждого цвета, то есть вот у меня, например, желтый кубик, я его изобразила в табличке вот таким вот образом. Соответственно, вот это желтый кубик. Это желтый кубик на бумаге и рядом с ним стоит изображение, символ, который мы присвоили этому желтому кубику для нашего задания. В данном случае это стрелочка вправо. Дальше у нас идет зеленый кубик. Вот таким образом он у нас выглядит в реальности. Таким образом он у нас изображен на бумаге. И такой символ мы ему присвоили. Это стрелочка вниз. Теперь у нас идет синий кубик. Опять же, на бумаге он изображен синим цветом, синим квадратиком. И символ мы ему присвоили стрелочка влево. Символы могут быть любые. Вы можете присваивать, какие хотите. У нас вот для этой игры будут вот такие. И, соответственно, красный кубик выглядит на бумаге вот так. И стрелочка вверх. А теперь нам нужно заполнить эту табличку, чтобы ребенок в дальнейшем на ней занимался. Итак, в данном случае нам нужно также ребенку объяснить вот эту информационную часть таблицы. Мы объясняем ребенку, какой кубик, какой символ, чтобы ребенок в дальнейшем нормально, успешно выполнил это задание. А дальше заполняем. Ну, вернее, ребенку мы уже даем заполненное. А сейчас я вам просто покажу, как это будет выглядеть. То есть мы берем и вот в этих квадратиках заполняем символами полностью все вот это пространство. Символы, опять же, вы можете располагать в любом порядке. Вы можете сделать, например, сразу две стрелочки вверх. Не обязательно там, чтобы все стрелочки были в ряду. Можно вообще, вот как вам душа повелит, так вы и делаете. Я буду также заполнять и руководствуюсь этим же принципом. То есть тут мы не считаем, сколько должно быть стрелочек, должно ли их быть определенное количество. Или мы можем где-то больше, где-то меньше сделать цвета. То есть здесь вот так вот. То есть я вот так захотела, я вот так нарисовала. Соответственно, когда мы заполним всю табличку, мы можем уже давать ее ребенку для того, чтобы он начал с ней работу. Но, опять же, еще раз повторю, надо изначально ребенку грамотно объяснить и дать задание, чтобы он понял, что от него требуется среди такого огромного количества стрелочек. Потому что если вы просто положите перед ребенком вот этот лист бумаги с огромным числом различных символов и изображений, он может просто потеряться и вообще не понять, что, например, вот эта стрелочка, она не обозначает, что здесь вот все надо желтым заполнить. А она обозначает, что желтому кубику мы присвоили вот такой символ. Это всего лишь символ, это не направление движения, это не направление, по которому нужно разложить, например, все вот так вот желтые кубики. То есть грамотно объясняем задание. В этой игре это очень важно. Так, что же мы требуем? Вернее, не требуем. Что же мы просим от ребенка? Мы можем давать ему различные задания. Например, изначально, чтобы он познакомился с игрой, мы можем не просить его заполнить всю таблицу, все поле сразу, всю таблицу сразу. Мы можем попросить его, например, поставить только красные кубики на эту таблицу. Итак, мы говорим ребенку задание. Поставь только красные кубики на эту таблицу. Итак, ребенок ищет красный кубик, это стрелочка вверх. Соответственно, все стрелочки вверх у нас должны быть заполнены вот такими вот символами. В моем случае прокатило, но в данный момент я поняла свою ошибку. Я всего лишь по 4 кубика сделала. А на самом деле, если мы рисуем стрелочек больше, значит и кубиков должно быть больше. То есть, либо вы четко высчитываете количество стрелочек, если у вас ограничено количество кубиков определенного цвета, либо вы делаете кубиков такое количество, какое количество стрелочек в таблице. Вот важный момент. Я его упустила, сейчас сама себя на этой ошибке поймала. Итак, вот таким образом у нас будет выглядеть таблица, когда ребенок заполнит ее красными кубиками. Когда ребенок разобрался с заданием, когда он понял, что значит красные кубики, куда их ставят, можно просить его заполнить всю таблицу всеми цветами. То есть, в данном случае вот. Желтый цвет, это у нас кубик вправо. Он может опять же располагать их сразу. То есть, вот смотреть, например, что у нас следующее идет в ряду. Это стрелочка влево. Значит, мы кладем туда синий кубик. А может также заполнять по такому же принципу. То есть, желтыми сначала все заполнить, да? Потом заполнить все зеленым, синим и так далее. Тут мы не даем ребенку никаких ограничений. Он может делать это задание как захочет. Вот такая вот у нас с вами получилась игра. Она не только увлекательная, она еще к тому же и полезная, поскольку развивает довольно много в ребенке важных качеств и полезных. Например, мы развиваем наглядное образное мышление. То есть, мы смотрим, мы видим цвет, мы видим символ, мы берем кубик. Опять же, это мелкая моторика, да, захват. Плюс тут, конечно же, логическое мышление, образное мышление. То есть, ребенок соотносит образ кубика с рисунком на таблице и с символом, который мы ему присвоили. В этом случае у нас очень много всего задействовано и много всего работает. Задание не очень простое, соответственно, здесь вы можете его либо усложнять, добавлять, например, брать лист бумаги побольше и делать больше символов, либо больше цветов, да, насколько вам позволяет это делать наличие конструктора. То есть, здесь вы можете, опять же, подключать свою фантазию и дополнять эту игру, исходя из ваших потребностей, исходя из возможностей ребенка, да, из того, как он с этим заданием справляется. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш телеграм-канал. У нас там очень много всего полезного, интересного. Никогда не устану это повторять. Поэтому обязательно зайдите, подпишитесь, посмотрите, что же мы там для вас интересного выложили. Ставьте лайки, не забывайте оставлять нам комментарии. Мы всегда им очень рады. А на этом у меня все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok